я извиняюсь я увидите мои очереди если вы начнете напоминать может быть я вас помню короче все что могу сказать это я вчера не договорила я желаю вам что вам переломали ноги и чтобы умерли мучительной смертью что могу сказать я желаю вам даже что ваш папа никогда не пошел убивать украинцы чтобы он сидел дома что ваши даже что так быстро говорите я его опять не помню я желаю что ваши родственники были дома у вас есть родина как бы будьте на родине все мои пожелания если ваши ваши родственники ни в чем не виноваты перед украинцами то как бы это очень хорошо если вы уже там кто-то там воевал но как бы это очень плохо если вы уже там воевали японии я буду жить в россии вы сказали если я стану жить в россии это моего отца и дедушку заберут на войну и их там убьют теперь я желаю что вас тоже убили даже ну это какой-то невменяемый разговор давай если вы хотите общаться нормально общаться но как бы и вчерашнего я не помню что было вчера мне нужно пересматривать все диалоги не хотите жить в японии не живите господи я еще раз вы попробуйте переехать в японию во-первых японские не знаете вы приедете будете стоять что я такая красивая приехала я что золушка мне что принц будет там туфельку мне надевать ну нахуй в японии без японского правильно это это не души я же вам визу в японию не дала я говорю стремитесь куда-то то что это петр первый говорит поезжайте за в европу учитесь это петр первый хороший да а я детям россии говорю поезжайте в японию поучитесь я же не сказал останется там жить по учитесь я плохая да заберут на войну таки я что ли повеется вам принесу но если привезет повестку так это же путин даст я причем ну то скажите путин если даришь повестку моему папе то я приведу преломая ноги по повестке тут не через меня я поверьте мне повестки вот этот поток не вижу если я видел поток повесток я бы наверное и сожгла бы уже давно правильно не жили думать что я позволила какой-то повестке прийти к вам домой конечно нет я бы уничтожен но они через меня идут я живу в бостоне если вашего дедушку вашего папа призовут это потому что путин хуйло ему нужно ноги ломать пока у кто-нибудь не сломает ноги ваши папы и девушки будут убирать украину но если не поеду в украину все у вас будет плохая карма никакая япония уже ничего не исправит на будущее дальше когда приходите я говорю и вы меня помните вашей незабываемой но вы наташи даже забываем и я вас забыла приходить с таким облом вы знаете как будто я ваша мама и я вот его составила в школе я не вас там не оставлял школе я вас не помню ну я рада спасибо да как у вас дела вообще я спать хочу честно говоря а сколько у вас время 1 час ночи я выкладываю служить все не было на озере может посмотреть я накануне ездила джампинг холлс у нас вермонте есть такие водопады они сливаются и в каждом месте не сливается образуются такие прудики и в них можно либо садиться как в джакузи это бьются либо в них можно нырять скалы там безопасно очень большая глубина вода приятная не холодная такая просто потрясающе тут у нас океан у нас тут у нас тут классная вообще жизнь вы откуда я с сахалином а подожди мы с вами по-моему разговаривали вчера что ли разговаривали нет 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 сахалин вчера был мне кажется ну либо к сахалинской область да и а что вас почему я вам нравлюсь а не знаю просто нравится это вас смотреть как вы там разговариваете что-то объясняет эти всякие истории там про россию очень прикольно мне нравится у вас есть мысли про россию свои ну то что нравится понятно а свои мысли есть какие-то что для вас россию а как вы появились сахалине вы повезете сахалин это город узников то есть тех людей которых сослали либо охраняем их то есть либо внучка нет-нет-нет-нет сахалин вообще построили японцы а потом на сахалине были гулаги потом после японцев японцы это до царя до убийства царя дочь ты до 17 года японская война она закончилась 905 году а потом убили царя 17 а потом начались депортации 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 так у вас на сахалине очень много гулагов и вот если вы там живете несколько поколений либо вы поколение охранников тут кто охранял политические заключенных либо вы сосланы а то есть кого вы стали сослал ну раскулачил например или из польши там поляков ссылали латышей ссылали украинцев казахов вы вы знаете свои корни да я русская как русские казах как вы оказались в каком поколении вы живете там сколько вас там поколений дедушка дедушка там могила дедушки есть кто могила дедушки есть на сахалине конечно так а в каком году он родился кто дед мой я не знаю если не общаюсь и не общалась это из и это и есть ключ к вашему но к вашей фамилии например вы же знаете вот откуда ваша фамилия взялась вот это дед умер это он все знал про вас ну я смотрела в этом как в поиске короче типа откуда моя фамилия там вообще какие-то короче какие-то непонятные и короче я хотела сейчас не об этом я хотела просто с вами душевно поговорить вообще узнать какие планы на жизнь вы любите россии какие планы на жизнь как вы лето проводите у вас теплая вода у вас теплая вода у вас теплая вода офигеть у вас к озеро или а где у нас речки море речки вот все рядышком ну хорошо а какие планы на жизнь переехать в большой город жить там учиться она кого кем кем вырастут кем я хочу работать я хочу работать медиком это хорошая профессия молодец молодец медик это хорошо малый друг при маме маме нужна будет помощь или ребенку вы поможете медики везде нужно в поезде нужны медики в самолете я не знаю подружки все что угодно ну хорошо ну что могу сказать я я бы пожелала лично от себя чтобы вы нашли вот почему ваш дедушка попал в сахалин вот это интересно потому что в сахалине жили японцы правильно значит вы не японки до сюда приехали как вот это попали я утверждаю что ваш дедушка попал по приказу сталина откуда его сослали кем он был может быть вы графини может у нас кулачил графини всех убил а дедушка там был маленький ну то есть детей может он не убивал вот а уж после того кулу может быть у вас фамилия есть наследие может быть ваши драгоценности где-то лежат на эти и не то что вы их найдете их никто и конечно не никому ничего не возвращается но просто вы узнаете что-то вашей родине вы может быть любите не ту родину может быть у вас главе своя родина потом когда вы начнете по полочкам по полочкам по полочкам и получится но более правдивая родина ну хорошо учитесь купайтесь ваш папа не воюет нет снят не собирается если он если он получит своего пустите вот своего папу а я с папой не живу ну на всякий случай может быть все таки не пустить ну что папа не не стал плохим почему вы подумайте где сахалин где украина как ты можешь прийти хоть вот и быть хорошим